В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как развивается ситуация со спространением коронавируса в Сарове? На заметку с обыководом. Как выгуливать своего питомца, чтобы не занести домой коронавирус? Почернели. Над Саровым прошел грязный дождь. Детей до 3 лет, беременных женщин и пенсионеров старше 65 лет будут обязательно госпитализировать при наличии у них положительного теста на коронавирус нового типа. Обновленные рекомендации по борьбе с COVID-19 выпустил Минздрав России. Кроме того, ведомство обязало врачей скорой помощи направлять в стационар всех зараженных коронавирусом, кто проживает в одном помещении с людьми из группы повышенного риска. К ним относятся лица преклонного возраста, люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины. Всего в России диагноз подтвержден почти у 100 тысяч человек. Выздоровело больше 10 тысяч, умерло 972 человека. Владимир Путин продлил режим нерабочих дней на 6, 7 и 8 мая. С учетом праздников этот период продлится до 11 мая включительно. С 12 мая начнется постепенный выход из ограничений. Нижегородская область готова принять участие в формировании национального плана восстановления экономикой, сообщил губернатор Глеб Никитин. В регионе велика до 0 малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии. Этим отраслям, по словам губернатора, уже оказывают поддержку. Правительство области будет внедрять новые подходы, чтобы максимально сохранить занятость и предпринимательскую активность. Глеб Никитин добавил, что полностью поддерживает решение президента о продлении нерабочих дней на майские праздники. Начало мая – важный период, от которого будет зависеть стабилизация ситуации. Если уровень самоизоляции и самодисциплины останется высоким, то, как отметил губернатор, нам удастся выйти на плату заболеваемости, снизить нагрузку на медицинские учреждения и приступить к снятию ограничений. Всего в Нижегородской области диагноз COVID-19 поставлен почти 1800 жителям региона. 12 человек стали жертвами вируса, 184 выздоровело. В Сарове за последние сутки выявили еще 9 больных коронавирусной инфекцией. В основном это люди, ранее контактировавшие с зараженными. Госпитализированы 10 человек в Кабанвер-50, один по-прежнему находится в Приложском окружном медицинском центре. Много вопросов от горожан поступает насчет зараженных монахинь Дивеевского монастыря, которых лечат в нашем инфекционном отделении. Всего, по словам главного государственного врача Саровой Ирины Игнатьевой, в городе на госпитализации находится 11 насельниц. В связи со вспышкой коронавируса в Дивееве возможно распространение заболеваний среди жителей Ордатовского района, которые ездили в монастырь на работу. Сейчас, на время вот этого 14-дневного инкубационного периода, когда может проявиться заболевание, что мы ограничим сейчас на эти 14 дней въезд в город по служебным пропускам, ну, равно как и по постоянным, лицам, которые проживают постоянно в этих селах Ордатовского района, а работают на тех или иных предприятиях города. Вот такую работу мы провели. Конечно, это неприятно для всех, в первую очередь для жителей самих, которые могут лишиться на это время нормальной своей жизнедеятельности и рабочей деятельности. Это неприятно и для организаций, и для работодателей, которые на это время лишаются энного количества работников. Но это необходимо для того, чтобы нам не иметь новых очагов, и для того, чтобы им тоже повнимательнее последить за своим здоровьем. В Сарове уже обнаружили больную жительницу Ордатовского района, работающую на одном из предприятий города. Ее передали врачам по месту жительства. В статистику нашего города она не вошла. Во время пандемии желательно сидеть дома и не выходить на улицу, чтобы не подвергать себя дополнительным рискам. Но во многих семьях живут собаки, которым необходимы ежедневные выгулы. В этой ситуации ветеринары разработали правила, которые помогут снизить опасность заражения. В период пандемии стали особенно популярны шутки про везение владельцев собак. Прогулка с четвероногим – одна из немногих законных причин выйти из дома. Вместе с тем, хозяева домашних питомцев подвергают себя дополнительному риску. Нет доказательств того, что животные могут заразиться вирусом и быть его источником. Ковид-19 передается от человека к человеку. Но это не значит, что собака не может принести коронавирус домой. Врачи советуют дезинфицировать лапы питомца хлоргексидином или мермистином после каждой прогулки. Заливать лапы нежелательно. Просто обычная обработка спреем данными препаратами. Какими-то спиртосодержащими препаратами животных лучше не обрабатывать. Когда у животных имеется длинная шерсть, то после обработки лапы, например, после мытья лапы, например, с мылом, обязательно нужно хорошо это мыло смыть обычной водой. Обязательно нужно хорошо эти лапки потом высушить, чтобы не было межпальцевого спривания. Остаются и сезонные заболевания. В весенне-летний период владельцы животных часто сталкиваются с пироплазмозом. Чтобы его избежать, необходимо правильно обрабатывать собаку препаратами от укусов клещей. По незнанию пропускают сроки повторных обработок. Например, препараты написаны, что требуются обработки в течение 4 недель. Препараты могут действовать от клещей, но по практике, к сожалению, 4 недели это уже препарат слабеет. И обработку требуется сделать уже на 4 неделю. До обработки нельзя купать никакими шампунями, мыть животных 3 дня и после обработки нежелательно. Нежелательно допускать слизывание данных препаратов. Напоминаем, что в режиме самоизоляции гулять с собакой можно на расстоянии 100 метров от дома. Никаких временных ограничений законом не предусмотрено. Однако врачи советуют недолго находиться на улице. Проконтролировать расстояние, на которое вы удаляетесь от дома, можно с помощью сервиса 100 метров вокруг меня. Он покажет точную область, где вы можете спокойно гулять с собакой и не переживать по поводу штрафа. Дарья Кузина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. С 1 по 5 мая перенесены сроки выплат пенсии и иных социальных выплат. 2 мая соровчане получат деньги за 3 мая, 7 мая за 7 и 9, 8 мая за 8 и 10. В остальные дни пенсии будут доставлять по установленному графику. Пенсии за 4 и 5 мая перечислят Сарове в кредитной организации на счета получателей 30 апреля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове прошел грязный дождь. За считанные минуты улыбки на лицах автомобилистов, которые ждали, что вода с неба смоет пыль с машин, сменилась отрубью. А тех, кому не повезло в это время оказаться на улице без зонтика, и говорить не приходится. По свидетельствам очевидцев, черный дождь прошел на всей территории Нижегородской области. Комментаторы в социальных сетях предположили, что причиной этого явления стал сильный ветер, который поднял в воздух большие объемы пыли. Она не успела естественным образом опуститься на землю и смешалась с дождем. В ближайших выпусках новостей мы попросим синоптиков объяснить, чем именно был вызван грязный дождь. Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть ограничить с 1 мая максимальный размер банковских комиссий для физических лиц. Переводы до 100 тысяч рублей в месяц в банке теперь будут проводить без зимания платы. Свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия должна составлять не более половины процента от суммы перевода. Максимум полторы тысячи рублей. Как сообщили в Центробанке, такая мера позволит без комиссии переводить деньги родственникам и близким в случаях самоизоляции или невозможности передать наличные средства. Волонтеры просят саровчан помочь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. На церковном гуманитарном складе и в храмах закончились продукты, которые всегда передавали нуждающимся, многодетным и семьям с детьми. Те, у кого есть желание и возможность, могут в качестве пожертвований передать волонтерам муку, крупы, консервы, растительное масло и другие продукты длительного хранения. Помощь можно принести в церковный гуманитарный склад, который работает по адресу улица Пушкина, дом 24А. На крыльце здания установлен специальный короб для пожертвований. Как не сойти с ума, сидя дома? Когда речь идет о жизнях людей, выбирать не приходится. В условиях пандемии самоизоляция вынужденная мера. Но далеко не всем нахождение дома даже с близкими людьми приносит радость. Как организовать жизнь своей семьи? Найти общие интересы с детьми или родителями и не впасть в панику при мысли, что в таком режиме предстоит прожить еще какое-то время. Своими советами поделилась психолог Наталья Мышова. Для одних семей карантин – хорошая возможность укрепить отношения и побыть вместе. Для других – катализатор проблем. Некоторые пары оказались на грани развода. По словам психолога Натальи Мышовой, происходит это из-за того, что в условиях самоизоляции на первый план выходят вопросы, которые в обычное время замалчивались. Нужно уметь и учиться, учиться разговаривать, учиться прояснять. Нас что-то не устраивает, мы как-то не очень хорошо себя чувствуем. Какие-то потребности наши в этих отношениях не удовлетворяются. Вместо того, чтобы об этих потребностях заявить, вот именно осознавая их, мы что делаем? Ну, большинство из нас, да? Ну, кто далек от психологии и не очень этим увлекается, мы заявляем в виде упрека, в виде просьбы, в виде обвинения. Соответственно, мы встречаем какую реакцию? Мы встречаем реакцию отторжения, встречного нападения. На возникновение конфликтов повлияли тревожность, беспокойство о финансовом благополучии семьи, срывы планов и удаленная работа. Еще одна проблема, которая остро стоит и без пандемии – детоцентрированность. Люди заостряют внимание на том, чтобы вырастить, обучить, развлечь свое чадо, при этом забывая о доверии и развитии отношений с партнером. Детей вырастили, а дальше чего? Опять встретились друг с другом, уже не отнимают времени столько, сколько раньше отнимали дети. И вот там не всплывают вот эти проблемы, нерешенные в отношениях. На первом месте сначала партнерство. Вот сначала там порешать все проблемы, а потом уже рожать детей, заниматься детьми, потому что на детях это все равно все будет отражаться. То есть, ну как бы не с конца начинать, а сначала. Взаимоотношения родителей и детей тоже обострились. Когда члены семьи сутки напролет проводят вместе, ребенку не хватает личного пространства. Он перестает ощущать себя самостоятельной единицей. Выстраивать доверие, находить общий язык и продумывать какие-то мероприятия дома, чтобы кто-то там, не знаю, ребенок в своей комнате что-то поделал, ну не трогать его. Побыли просто наедине с собой. Очень часто вот эта вот нервозность, вот эта вот раздражительность, она накапливается из-за того, что мы не можем просто, ну, побыть вот в таком, специалисты, мои коллеги называют это в трансовом состоянии. То есть, немножечко, ну как бы отрешиться вот от реальности, ну как бы углубиться внутрь себя. Психологи советуют периодически отдыхать друг от друга, уединяясь, пусть даже в ванной комнате. Не забывать о своих увлечениях и других интересах, кроме семьи. Стоит чаще разговаривать с партнером на волнующие темы, научиться слушать и принимать позицию близкого человека. Тогда основную массу конфликтов получится избежать. Конфликты между соседями в большинстве случаев возникают из-за того, что кто-то превышает допустимый уровень шума, тем самым мешает остальным отдыхать. Напомним, нельзя шуметь в будни с 22 часов до 7 утра, в том числе делать ремонт с 8 вечера до 7 часов. В субботу, в воскресенье и по праздникам тихо должно быть с 23 часов до 10 часов. В отношении ремонта с 20 часов до 10 часов. Ежедневно предусмотрен тихий час с 12.30 до 15 часов. За нарушение этих норм предусмотрена административная ответственность. В социальных сетях мы спросили у саровчан, как они относятся к штрафам за нарушение тишины. 65% их поддерживают, так как уверены, что каждый имеет право на отдых. Восемь отрицательно относятся. Считаю, что могут делать в своей квартире все, что хотят. Ответ, мне все равно выбрали 10% опрошенных. Какая разница, все равно никого не штрафуют. За этот вариант проголосовали 16%. Если ваши соседи шумят в положенное время, вы можете вызвать полицию. Нарушителям выпишут штраф от 500 рублей. Удаленная работа и самоизоляция приводят к уменьшению двигательной активности человека. К тому же дома рядом постоянный холодильник. Ее удержаться от дополнительного перекуса сложно. В таких условиях не просто поддерживают нормальный вес. Как не запустить себя, сидя дома, расскажем в следующем репортаже. Следим за тем, чтобы у нас колени не выходили из носки, колени не сводим вовнутрь, спина прямая. Это одно из самых простых упражнений, которые можно выполнять дома. В режиме самоизоляции люди стали больше есть и меньше двигаться. Неудивительно, что многие рискуют после карантина не влезть в любимые наряды. Поможет избавиться от лишних килограммов тренер. Но если нельзя идти в зал, выручат онлайн-тренировки. Всегда нужно поддерживать физическую активность. И важно именно систематически это делать, потому что потом очень сложно вернуться в привычный ритм. Поэтому, чтобы не забрасывать те результаты, которые вы уже получили, занимаясь, лучше продолжать заниматься и в период карантина. Так же вы будете себя лучше чувствовать. Найти онлайн-тренировки можно в социальных сетях или на ютубе. А если вы раньше никогда не занимались спортом и у вас нет специального инвентаря, в ход может пойти все, что есть дома. Даже если у нас нету гантели, мы можем взять бутылки с водой. Так же, если у нас нету гири, мы можем взять просто тару, которая тяжелая, килограмм, десять она точно весит. Потом мы можем, если у вас есть младшие братья, сестры, они могут вам помочь их взять в качестве веса. То есть силовые тренировки никто не отменял, можно брать подручные средства и выполнять. Особенно важно в период малой физической активности правильно питаться. Диетологи советуют распить свое меню на пять частей завтрак, перекус, обед, полдник, ужин. Пищу лучше принимать каждые три часа. Продукты, которые должны присутствовать в вашем рационе, обязательно. Это злаки в качестве каш, меньше хлебобулочные изделия, дальше овощи и фрукты и в свежем виде, и в тушеном, то есть в приготовленном. Мясо и рыба, мясные продукты, рыбное, мясо птицы, также должны присутствовать. Это белок, он нам необходим и для синтеза тех же самых антител, что актуально в настоящий период, для работы нашей иммунной системы. Яйца, молочные продукты, также обязательно должны присутствовать, и жиры. Также специалисты рекомендуют в течение дня пить больше воды и отказаться от мучных изделий, фастфудов, чипсов, копченых и вареных колбас, газировки. Впрочем, если вы позволили себе лишние пирожные или конфету, не расстраивайтесь, просто сделайте дополнительные физические упражнения. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для Вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего Вам доброго и хороших Вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин